Участников двух полярных экспедиций лыжного перехода к Северному полюсу сегодня принимали в мэрии Москвы. Матвею Шпару и Борису Смолину понадобилось 84 дня для того, чтобы пройти тысячу километров по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана, установив новый мировой рекорд. 14 марта они успешно завершили уникальную экспедицию, а уже через две недели вновь отправились покорять Северный полюс вместе с командой молодежи. Переход – это демонстрация не только предельных и запредельных человеческих возможностей, физических сил, это демонстрация научно-технической мысли, которая была поставлена на службу первопроходцам, это демонстрация сил и возможностей нашей великой державы. Для того, чтобы сделать переход максимально безопасным, работала целая команда профессионалов, но успех экспедиции, проходящей в столь тяжелых условиях, целиком зависел от мужества и силы участников. Вот представьте себе, что никто в мире до сих пор этот подвиг совершить не смог, а два россиянина это совершили. Почему не один, почему не три? Два. Вот эти два человека беспредельно надеялись, верили и знали друг друга очень хорошо. Это говорит о том, что у российского человека, у мужчины нашего, есть настоящая мужская дружба, взаимовыручка, и мы можем понадеяться друг на друга. Это очень важно для того, чтобы укрепить во всем мире степень надежности нашего гражданина. Прямо в пути Матвей и Борис отбирали членов молодежной экспедиции. На электронную почту им приходили письма от участников всероссийского конкурса и руководителя проекта Дмитрия Шпаром. И уже в марте семеро лучших, трое девушек и четверо юношей пришли на макушку планеты. Самое главное, наверное, то, что я ощущаю, что сделал это, как бы ты смог пройти, ты первый, кто это сделал. Он останется на всю жизнь. Мама сначала вообще, я ей сказал, что будет вообще такая экспедиция, что я может туда попаду. Она говорит, нет, нет, не опущу, вдруг там что случится. Потом как попало, допустила. Сегодня руководители экспедиции, семеро юных участников получили памятные награды от правительства Москвы. Но и без этого экспедиция запомнится им на всю жизнь. Ребята в один голос говорят, что несмотря на нестерпимый холод и все трудности, они с удовольствием отправились бы к Северному полюсу еще не один раз.